Друзья, привет! Знаю, что видео не выходили долго, но то, что не было видео, не значит, что ничего не делалось с погрузчиком. Доработок на самом деле много, он довольно сильно изменился, но обо всех доработках и причинах, почему так долго не было видео, поясню чуть позже. А пока давайте покажу, как я со всеми этими доработками тестировала его на свежем воздухе на улице, потому что зимние тесты по снегу уже были, а летом тесты пришлись на песок, на землю со всякими деревяшками, камнями, стеклами и так далее. Смотрим, как это было. Для начала я решила поупражняться на куче песка неподалеку, которая была просто хаотично разбросана. Я решила собрать ее аккуратненько в одну аккуратную кучу и заодно попрактиковаться на том, чтобы собирать полный ковш песка, потому что может показаться, что да что в этом сложного. На самом деле все не супер просто, потому что нужно делать определенные движения в определенный момент. Мозг должен понять, когда двигать рукой, когда руками, когда ногой и так далее. И все это должно происходить синхронно. Для этого нужна практика. И сразу скажу небольшой спойлер. Что-то более-менее похожее на правду у меня стало получаться только к концу этой кучи. А уже спустя некоторое время я нашла площадку, участок земли, где можно попрактиковаться в том, чтобы ее разравнивать. Но об этом чуть позже. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вон там пупочек и вся вот эта вот поверхность, она вся вот такая вот ухабистая, нужно будет ее разравнять. И кстати, хочу сказать. Искала, естественно, какие-то обучающие видео, как управлять погрузчиком, как правильно равнять, как лучше поддеть, как там снять слой правильно и так далее. И на русскоязычном ютубе этого контента практически нет. Есть минутные видосики, вот кто-то что-то делает, без каких-либо пояснений. Нашла эту информацию только на англоязычном ютубе. Ребята, кто профессиональные операторы, мини-погрузчиков, давайте исправим, надо передавать данные, надо передавать информацию, знания новеньким людям, которые смогут на них научиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 такие мелкие колдобинки и так было везде этот угол разровнял теперь вот вот здесь вот куча вот эту вот кучу земли надо будет растаскать вот сюда в яму вокруг вокруг кучи вот отсюда наверное виднее понятнее вот там вот сейчас ровная площадка потом идет скат 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 куча скат кучка и вот такой вот был весь участок вот этим сейчас и займусь а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, за пару часов работы получилась довольно-таки ровная площадь. Здесь небольшой уклон, но довольно ровный. Оттуда вот так вот тоже довольно ровно. Я считаю, что неплохо справился погрузчик. Вот, так тоже ровно. Итак, после всех испытаний, какие выводы я для себя сделала? Первое – это навыки. Как я уже упоминала, на русскоязычном ютубе именно обучающих видео для операторов мини-погрузчиков я практически не нашла. Но даже если их посмотреть на англоязычном ютубе, просто от просмотра видео, такой, как в матрице, знаете, на флешку сюда вот не записывается, чтобы ты сел, и ты все лихо так начал делать все очень правильно. Это только опыт, только практика. И вот практики не хватает, надо практиковаться больше. Второй момент – это то, что немножко некорректно работает гидромотор левого борта. Я это чувствовала еще зимой, но в снег более такое скользкое покрытие, более легкое, и это ощущалось не так сильно. Я тогда не настолько это как бы сакцентировала у себя в голове внимание на этом. А вот по земле, по жесткому твердому покрытию, это заметно стало гораздо больше, и, скорее всего, это заводской брак. Но сейчас уже гидромотор попользованный, его по гарантии не вернешь, поэтому, скорее всего, его надо будет менять, но надо еще хорошенько подумать на что. Поэтому этот момент – на подумать и на сделать на будущее. И третий момент – колеса, резина. Мне практически с самого начала писали в комментариях, что эти колеса не подходят, они слишком широкие, большое пятно контакта, они слишком мягкие и попрыгучие, не тот протектор, и они для мини-погрузчика не подходят. Но было бы странно, не опробовав, не достроив еще погрузчик, кидаться, покупать другие колеса, которые я тоже не могла бы проверить, как они себя поведут. Поэтому я решила достроить погрузчик, испытать, и, да, испытания показали ребятам, что вы были правы. И, кстати, хочу поблагодарить всех за конструктивную критику, за советы, которыми вы делитесь со мной в комментариях. Это для меня очень ценно, я там черпаю много довольной информации. Так вот, вы были правы, колеса не подходят, они нужны жестче, уже с другим протектором, и в идеале уже к зиме, потому что по снегу эти колеса ведут себя еще хуже, чем летом по земле. Теперь, собственно, о том, что было сделано за то время, пока я не снимала видео. Самая, наверное, заметная доработка – это моторно-технический отсек. Теперь он полностью оброс металлом и полностью закрыт. Здесь две крышки, верхняя пока без фиксатора, она просто вот так вот откидывается и облокачивается на кабину. И задняя крышка, за которой у нас доступ ко всему моторно-техническому отсеку. Поставила, кстати, а, кто-то, возможно, еще даже не видел, что я заменила гидронасосы на тандемные. Теперь здесь стоит 2 НШ-10, тандемный, через муфту, и поставила маслоохладитель. Это, наверное, вы еще не видели, если не подписаны на мои соцсети. Так вот, маслоохладитель – это еще один момент, который стоит сказать в выводах после уже тестирования. Мне, конечно, не с чем особо сравнить, потому что я не работала на другой технике. Но хочу сказать, что пробовала работать погрузчиком, ну, здесь же вот рядышком ездить, без маслоохладителя и с маслоохладителем, и это две большие разницы. Он существенно замедляет нагрев масла. Напишите, кстати, в комментариях, кто работает, у кого есть опыт работы на мини-погрузчиках или аналогичной, похожей технике, как быстро нагревается до рабочей температуры, какой рабочий диапазон масла, температуры масла, и как быстро нагревается масло до максимальной, предельной температуры, нормальной для работы. Я буду очень признательна. Ну, а теперь давайте, наверное, покажу поподробнее, покрупнее, что здесь есть еще. Так, вот как вся эта красота выглядит изнутри. Вот сюда вот сделал такой тройник-переходник, в котором два потока масла сходятся в один и идут уже на маслоохладитель и затем на слив. Вот здесь за маслоохладителем, кстати, сделала на выхлопную трубу такой щиток, чтобы, потому что она очень сильно нагревается, чтобы она впитывала и рассеивала тепло. Выхлопная труба пока просто временный вариант. Нужно было сделать быстро, чтобы просто, когда сделал заднюю крышку, чтобы выхлоп не внутрь заходил, а выдувался на улицу, но нужно было уже пора ехать на тест, время поджимало, поэтому пока такой вариант. Что еще? Собственно, сам моторно-технический отсек оброс металлом. Вот здесь вот боковые стенки, отсюда будет забор воздуха и назад он будет выдуваться с маслоохладителя вот сюда через эти отверстия. Вот эта вот часть, это задняя стенка моторно-технического отсека, а вот эта серединка, это уже задняя стенка кабины. Она будет откидываться, ну, в смысле, уже откидывается вместе с кабиной. Ну и давайте перейдем к кабине. На кабине теперь есть ручки, ручки от Газели и даже есть фары, и они даже работают. Кабина откидывается назад. Сейчас показать, к сожалению, не смогу. Я забыла снять это, пока погрузчик был на улице, а сейчас идет дождик, не смогу выгнать. Покажу в следующих видео обязательно. Так вот, откидывается она назад. Поставила по газлифту с каждой стороны для более легкого откидывания по 1000 ньютон-метров. Ну, собственно, давайте покажу крупнее. Вот здесь вот по бокам стоят газлифты. Вот так их, наверное, виднее. Да, знаю, будете писать, что нужно его перевернуть, что штоком газлифт должен стоять вниз. Нужно просто переделать мне вот это вот крепление немножечко. И сделала фиксатор подъема кабины. Когда кабина поднимает вот этот вот штырек, идет по пазику и попадает вот сюда, вот в эту вот загогулечку. И таким образом фиксирует кабину в поднятом состоянии. Это сделано для безопасности, чтобы можно было обслуживать погрузчик, когда кабина поднята. И такая система похожая сделана на погрузчиках Катерпиллер. Вот здесь на ковше есть ступенька, чтобы было удобно попадать внутрь кабины. На левом джойстике есть кнопочка включения плавающего режима. То есть, когда мы его включаем, стрела просто под собственным весом лежит на поверхности. И ковш, неважно по каким колдобинам мы едем, ковш просто плавно повторяет рельеф местности. Вот здесь внизу есть ножной газ, педаль. Педальку я сделала сама, а вот эту вот резиночку нахлобучку купила, уже не помню, от какого-то рено. Вот здесь вот ручной газ, регулировка оборотов. И импровизированная такая панель приборов. Это временное решение, просто чтобы я могла во время тестов отслеживать параметры. Здесь температура гидравлического масла, заряд аккумулятора, тахометр, он же счетчик моточасов, включение маслоохладителя, вот слышно он зажужжал, и включение фар. Да, кстати, чуть не забыла. Началось голосование по ежегодной премии «Лучший DIY-блогер», так что сейчас самое время поддержать любимого автора. В предыдущие два года мой канал занимал из десяти второе место сразу после топового канала, что я считаю круто. Поэтому, друзья, от души благодарю всех, кто верит в меня и отдает мне свой голос. Спасибо вам большое, я это очень ценю. В этом году меня номинировали в категории «Огонь» и хочу обратить ваше внимание на важный нюанс. В этот раз голосовать можно за одного автора в каждой номинации, как обычно, но, внимание, всего один раз с каждого устройства. Не один раз в сутки, как раньше, а всего один раз за все время голосования. Так что выбирайте внимательно. Ссылочку на голосование оставила в описании. Теперь к вопросу, почему долго не было видео. Я заметила, что количество просмотров на последних видео снизилось. Возможно, проект подзатянулся и вам стало не так интересно. А съемки занимают немало времени и делать что-то не снимая быстрее. Поэтому я решила не снимать каждый пшик, а показать разом все доработки, которые заслуживают внимания уже когда они будут сделаны. Плюс летом к делам по дому и мастерской добавляется еще сад и огород и даже немножечко отдых с друзьями и семьей. За этот теплый сезон было несколько небольших, но насыщенных впечатлениями поездок, в которых моя батарейка подзарядилась, так что теперь контент будет выходить почаще. На неделю жду основные комплектующие для следующего проекта и приступаю. Это будет навесное оборудование на погрузчик. Думаю, будет интересно. Ну и также заглядывайте в мой телеграм-канал за новостями в режиме реального времени. Ссылочку оставлю в описании. И надолго не прощаюсь. Всем чао-какао!